Дядюшка Рассел и Гена Фокикс уже подобрали себе кроссовки на зиму и рассказали вам в своих обзорах, а я разве хуже подумал и залез на сайт Стритбит. А Стритбит это проверенный мультибрендовый магазин, в котором можно найти как баскетбольный, так и лайфстайл кроссовки, одежду и аксессуары. Естественно, только оригинальная продукция. Сейчас у них стартовала весенняя коллекция. Есть вещи, которые подойдут под московский март и апрель. Есть уже и то, что можно взять на теплые денечки. Ссылочка на Стритбит в описании. И выбрал себе кроссовки от бренда The North Face, которые называются Vective Explorers 2. Обычно зимой, на протяжении последних 12 лет, я все время ходил в Тимберлендах, поэтому я выбрал что-то примерно такой расцветки, но более технологичное. Посмотрим, насколько круто они себя проявят. Взле. Так. Кроссовки бренда The North Face мы еще не тестировали на канале Kicks Contest, но экскурса в историю в этом видео не будет. Если это и правда интересно, то набираем 3000 лайков и сделаем отдельные выпуски про истории брендов в нашем стиле и с уклоном на баскетбольную тематику. Так, по размеру кроссовки 12US мне оказались впритык. Соответственно, с шерстяным носком в нашу суровую зиму мне в них уже будет крайне некомфортно, так что рекомендую брать на пол размерчика побольше от вашего стандартного найковского. А шерстяные носки, если у тебя и правда суровая зима, тебе скорее всего понадобятся, ибо я не сказал бы, что кроссовки прям хорошо держат тепло. И при продолжительной прогулке, даже в минус 10, ноги начинают подмерзать. Что касается комфорта, как я уже рассказывал в начале, на протяжении последних 12 лет я предпочитал зимовать вот в таких вот лютых Timberland, которые я купил на eBay. В то время это было еще хоть как-то выгодно. Единственное, что в один момент меня забесило, что они слишком дубовые, и я вставил туда стельки от бренда Cedas с гелевым наполнением, чтобы было немножечко помягче. Поэтому, когда я наделал Zenord Face Vective Explorers 2, для меня это был, конечно, невероятный уровень комфорта. Что сразу же бросилось в глаза, и ощущалось, это вот этот перекат, который очень чувствуется. Поначалу кажется, что ты просто упадешь вперед, но потом быстро привыкаешь, и спустя какое-то время тестов я понял, в чем главное преимущество этого переката. Дело в том, что вот такого угла наклона вполне достаточно для того, чтобы нормально идти, но при этом корпус не деформируется, соответственно заломов нет. Вот мои тимбы держатся 12 лет, и единственное, что все портит, это заломы, так что считаю, что этот перекат более чем оправдан и обоснован. Далее, что сразу же ощущается, это мягенькая пена Эва в мицолии. Ее там приличный слой по всей длине стопы. Она тоже существенно добавляет в комфорте, и может даже загасить нагрузку, если решишь заданчить на ближайшем корте. Не сказать, что материал корпуса кроссовок податливый, он довольно грубый, но движения твои это не сковывает, как раз благодаря тому самому перекату. Тем более, что кроссовки созданы для ходьбы и хакинга, что подразумевает движение только вперед, без лишних перегрузок. Но что касается вентиляции, то естественно летом в этих ботах не походишь, но для своих условий вентиляция осуществлена грамотно. Мембранная поверхность Future Light, из которой у нас выполнен язычок, и внутренняя поверхность в меру пропускает воздух, и нога там не жарится, и не приедет, как это бывает в тех же тимбах. Йоу, Байлер, на связи Лёха Матрос Флай Уайт. Давненько не было крутых предзаказов, где вы можете приобрести топовые вещи бренда Кикс Контест по оптовым ценам. Все потому, что мы решили сделать их реже и сильно приятнее в плане цен, ибо корпорации о**или и выставляют свою продукцию за вешенные деньги, которые тобой не стоят. Что мы решили сделать? Во-первых, два новых ярких меча в альтернативных цветах Кикс Контест. На самых первых парах предзаказа мы отдаем их за внимание 2490 рублей вместо 6990. Это реально оптовые цены, в которые не включены огромные бюджеты на маркетинг, рекламу, подписание звезд, открытие флагманских магазинов. Мы просто хотим дать нашим преданным балерам крутой, качественный и доступный продукт. И на мячах дело не кончается, вы долго просили наши рюкзаки М2 со специальным отсеком для мяча или кроссовок. И мы возвращаем их по цене 3490 вместо 6990 для первых предзаказавших. Все подробности по рассылкам и оформлению заказа ты легко сможешь найти на нашем сайте kixcontest.com по ссылкам в описании. Кушайте супчик. Основная часть корпуса выполнена из мягенького нубука, очень приятного внешне и на ощупь. Материалы здесь бесспорно классные, премиальные и собрано все качественно. Даже осмелюсь предположить, что и прожить должны долго. Верхние петли под шнурки ощущаются очень надежными. Весят, кстати, они 489 грамм, что примерно находится на уровне баскетбольных кроссовок. К примеру, P.C. Andrew Wiggins 1 столько же весят. Но если сравнить их с тимбами, то это просто пух. А ты думал, че я так прыгаю? Это я просто в тимбах хожу постоянно. Что еще нам заявляют производители? Новая технология VEGTIV 2.0 с ультралегкой поддерживающей пластиной, изогнутой межподошвой и цепкой подметкой Surface Control, преобразует энергию в движение вперед. Так, по порядку. Пластина в подошве, да, чувствуется. Энергии к ходьбе, ну, чуть-чуть добавляет. Цепкая подметка, нет, скользил. Чуть там снег, чуть лед, сразу начинал уезжать. Стоит еще упомянуть пластины, поддерживающие пятку и носок. Не сказать, что они сильно помогают, но лишними точно не будут. Дальше надо затестировать их на устойчивость к неблагоприятным условиям. Если тортаться в сугробах, то, конечно же, кроссовки не промокнут. Проблема в том, что вот сюда вот снег все равно, конечно же, залетает, но как он туда не залетит, если ты будешь херачить, так вот. Ну, с этим особо ничего не поделаешь. Тут только валенки спасут. Но в городских условиях таких сугробов нет. А вот зачем тебе может понадобиться прыгать по сугробам, как черт? Вот ты, например, идешь по прекрасной Москве. Хочешь спуститься, а спуститься там некуда. Поэтому тебе приходится обходить. Даже амортизация пригодилась. Итак, вот они тесты в суровых условиях. Снег снегом. А что если мы сейчас польем прямо водой в открытую на наши кроссовки? Ну, давайте пробовать. Сначала на носок. О, как видите, все красиво стекает. Бэм-бэм-бэм, нет ничего, ну, бук. Теперь давайте сюда, на язычок мембраны. О, да ладно? Какой красота. Ну-ка, выливаю всю 0,5 бутылку себе на ногу. Прям вот так. Слушайте, по ощущениям, пока ничего не промокло. Блин, неужели надо прямо одним кадром будет снять сейчас ботинок и посмотреть, что у меня с носком? Ай, ну, все ради теста. Носок полностью сухой. Внутри влаги не ощущается. Это, конечно, круто. Что касается стиля и одежды, к которым подойдут эти кроссовки, то это спорт и лайфстайл. С джоггерами все смотрится хорошо, спортивки тоже в кассу. По итогу, вполне себе практичные и интересные кроссовки для того, чтобы носить их зимой и кайфовать от жизни. Я бы с удовольствием оставил их себе, если бы они были на полразмерчика побольше. Так что пока 13-й год буду гонять в тимбах. Вот такой вот душевненький обзор у нас получился. Подписывайся на канал, если вдруг еще не подписан. А если ты не знаешь, что на нашем канале в основном мы тестируем баскетбольные кроссовки по нашему жесточайшему мануалу. Так что если ты баскетболист, то тем более подписывайся. В нашем телеграм-канале есть бот, который подберет тебе кроссовки. Среди всех, которые мы когда-либо тестировали, под твои параметры выберет самые лучшие и даст на них ссылочку еще с промокодом на скидку. Так что крутая вещь. Обязательно переходи вот. Ну и конечно же с вами был Леха Матрас Флэй Уэйт. Всем пиз. Ооо, как на морозе-то сложно делать. Кушайте супчик. Пау.